Юрий Иванович, здравствуйте, Юрий Иванович, здравствуйте, куда спешите? У нас еще занимается общественной работой, нарисовал пешеходный пешеход, установил знаки. Сам нарисовал, что ли? Пешеходный-то? Да, сам. У меня на четвереньках. Все ясно, ну молодцом. Главное, что нарисовал, и теперь понятно, что тут надо осторожнее. Это хорошо, замечательно. Вот Юрий Иванович у нас выращивает спортсменов, победителей. У нас нормальный вид, Юрий Иванович. Сегодня у всех рабочий вид. Перед первым сентября все нормально. Этому зданию сегодня 50 лет. Строилось здание колхозом. Я полагаю, что без всякого проекта, вот помощь, как раньше было принято, собирали помощь, рубили лес, лес сплавляли, здесь уже на месте, вот пилили и строили здание. В каждом кабинете все у нас в печке. Потому что без топки печей мы, к сожалению, не выдержим. Здравствуйте, здравствуйте всем. К наступающим праздникам. Подготовка идет. Подготовка идет к завтрашней линейке украшения. Это в основном ребята 10-11 класса у нас. Новые плакаты какие-то повесили? Вот эти новые, да? Ага, молодцы. Елена Александровна, какая самая низкая температура зимой здесь бывает? Зимой у нас морозы доходили до минус 11. То есть здесь вот конкретно замерзало? Конкретно здесь. Минус 11? Минус 11. Это были морозы сильно несколько лет назад. Были полы, вода замерзала. Ну вот сейчас у нас закольцевали спортзал, все-таки получше стало с отоплением. Ну, стабильность зимой температуры 10 градусов. Вот 4 к 10 калибру. Ну, плюс, конечно. Ну, вот это был пристрой, конечно, у нас. Ну, вот если посмотреть вообще то, что у нас... Вы там стены-то каким-то образом утепляли или что? Ну, вот видите, вот такие у нас стены. У нас... Чего не сделали здесь? Зимой это все промерзает? И с внешней стороны ничего? Оно не держится, Надежда Анатольевна? Вообще никак не держится. Вообще. А потому что здесь уже и строительный грибок, и все. То есть мы с обратной стороны все запенили. Снаружи. Да, снаружи. Все запенили. Поэтому вот зимой это все добро промерзает. Вот так что вот такая наша школа. Ну, что, идем дальше? Ну, вот наш туалет. Туалет здесь у нас на выгребной яме. Все еще в выгребной яме. Наверное, вот это статистический факт, да. На выгребной яме. С дырочками. Мальчики, девочки, с дырочками до сей поры у нас все. Сквозным ветром все продувает. Особенно в морозы, как вообще. Преддверие зимы всегда. Обычный пристрой. С содроганием. Вот наш водопровод здесь. То есть здесь ребята моют руки. Полотенца одноразовые ставим сюда. Вот, да, вот на учебный процесс одноразовое полотенце. Прямо бы очистили, Татьяна Геннадьевна, выгребную там нынче. Очистили весной. Так. Вот. Не потребовалось в первом сентябре. Нет, не потребовалось. Мы в конце мая очистили. А тут вот еще занятия были уже. 20 лет вообще никто не трогал, ничего, никаких денег не бывало. Только все в разрушение приходило, но никто не вкладывал. А сейчас хотят, чтобы местный чиновник чудо совершил. Да он никогда его не совершил. За какую партию будете голосовать? Ни за какую, принципиально ни за какую. Вне политики я только за образование, только за детей, за достойное образование и за достойную жизнь наших детей. А партии это все одни слова. Дела нет. Ни у каких. Абсолютно партии. Мать, чтобы не было, вы ведь не можете было бы ничего. Я держать в порядке книжки, ручки и тетрадки буду я учеником с настоящим дневником. Теперь-то жизнь другая наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же взрослый я. Мне купили новый ранец, я теперь как иностранец. Русской буквы не одной, полдиснея за спиной. Ну все, ребята, вы хотите идти домой, забирайте свои вещи. А у меня что-то гуляет. А как у вас зовут? Как вас зовут? Олег. Олег? У меня Вера. Очень приятно, Вера. Что, вы меня снимать будете? Расскажи, как ты помогаешь дома, чем ты помогаешь дома? Я мою посуду, помогаю, полы сама мою. А у меня и телевизор сама включать, выключать тоже. У меня и чай сама наливать. Я вообще все умею. Только я вот красить не умею. И я уже топор умею метать. Ну не топор, а ножик. Всю баню из металла. Там дверь. И мне дырки только. Идем дверь. А вы кем работаете? Работаю. Спрашиваю вопросы. С кино снимаем. А ты, когда вы распишите деревню, будешь оставаться иди в городе? В деревне. А что, в городе неинтересно, в городе много народу, чем тут. Подпустим, еще есть такое, например, вот было у нас, не в этой школе, ну вот по Платоновской, например, школе, когда СЭС приходит и пишет предписание, туалеты находятся на выгребной яме, и директора штрафуют на 20 тысяч. Что может сделать директор? У меня вопрос всегда возникает. Что может сделать директор школы, если туалет находится на выгребной яме? Куда ему поставить унитазы? Куда? Куда? В которое место? Или, допустим, отсутствие горячей воды. Если у нас в принципе в районе нет горячего водоснабжения, у нас его нет вообще, не существует ни в Шале, ни в Роще, ни в Платоново, нигде. Пишут предписание сделать подводку горячей воды. Вот последнее требование СЭС было очень абсурдное. Значит, перед началом оздоровительной кампании. В требованиях по оздоровительным лагерям была прописана норма в обязательном порядке употреблять питьевую воду, только бутилированную. На сегодняшний день у нас здесь источники. Источники свои, ключики бьют. Значит, они у нас считаются святыми. Они, значит, проведены у них анализы у этой воды. Они полны серебром. На сегодня у нас самая чистая тазианская вода в Шалинском районе. Нет, мы вынуждены под требованием СЭС ввести из города бутилированную воду. И поить ребят вот этим консервантом. Вот не абсурд ли это? Абсурд? Для города может быть это не актуально. Для нас это не актуально. Это лишние деньги надо где-то взять. А их и так дают только-только-только прижимочку. Выжить. Да. Выжить. И еще из них мы должны потратить на воду. Не смейт ли это? Это анекдот. Когда у нас чистая вода, нечет. Вот я не знаю. Это анекдот. Надежда Анатольевна, вот смотрите. Значит, в Шалинской школе 45, учитель технологии, за 22 часа получает 17 тысяч. Мне насчитали 27 часов математики, 9 там с чем-то тысяч. Ну что, я хуже работаю? Нет. Я понимаю, что вот по душевой вообще считают, что неправильно. Вот за всех наших боль болит. Да неправильно. Потому что, я понимаю, платите за подготовку к урокам одинаковую сумму. За проведение урока одинаковую сумму. А вот за то, что количество больше, да, делайте какую-то там надбавочку. А не пропорционально. Два человека 200 рублей. Значит, 10 человек 1000. А мы же ведь стараемся не хуже. И домой приходим мы позже. Эта оптимизация к нам, к селу, применима только в случае сокращения. В каком понимании? Вот нам предлагают, допустим, на сегодняшний день маленькие школы, которые до 100 человек закрывать. Вот в этой школе нынче еще пока 100 человек. На будущий год в ней останется 94, допустим, да. Что ее закрывать-то? Куда мы детей денем? 20 километров ни одной близлежащей школы нет. Куда повезем? И кому они где-то на стороне нужны? А тут они дома, в семье. Они воспитываются. Ребята-то сюда бегут с удовольствием. И поэтому люди-то здесь работают неравнодушные. И очень жаль, что наше государство не обращает внимания на такие отдаленные школы. А оно должно обращать внимание. Как никто другой. Если мы хотим. Конечно, если мы хотим вырастить что-то из этого маленького поколения, что-то ценное, что-то доброе, то должно сюда быть и внимание. Теперь давайте посмотрим. Наши ребята учатся. Учатся неплохо. Поступают в вузы. Почему наши ребята успешные в городе? Потому что они порядочные. Они честные. Они трудолюбивые. Они уважают взрослых. Уважают чужое мнение. Их здесь этому научили. И поэтому как же на село не обращать внимания? Как же не сохранять вот эти вот школки? Да надо вот все сделать возможное, чтобы эти школы работали, существовали и жили. Вот сегодня в Унь, который мы едем, там же в основном старобрядцы живут. И у них очень своеобразная культура. Они порой даже некоторые не выходят в мир далеко. Сегодня закрыть школу на Уню, это значит уничтожить поселок, это значит, что определенное количество детей по религиозным соображениям вообще не будет обучаться. Они не поедут никуда. Их не вывезти никуда, ни на автобусе, ни в интернат тем более в какой-то поселить. Они просто никуда не поедут. Их родители никуда не отпустят. На сегодняшний день малокомплектная школа, она получает средства по количеству детей, что немножечко само по себе шокирующим является. То есть один учитель на 15 учеников. Соответственно, если так говорить, то по Уньской школе должно быть всего два учителя. А у нас их там шесть, и их еще недостаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, да хорошо. Надолго хватает зимой картошки ван своей. Если сказать, то это по марту-февраль. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Своей картошки хватает. Это очень хорошо. Замечательно. Ну, давайте я вас не буду отвлекать. У вас осталось 5 минут до торжественной линейки. Так что начинайте. Готовьте, организовывайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте поприветствуем громкими аплодисментами тех, для кого сегодня первая линейка в жизни наших первоклассников. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вчера еще только ребенком Ничего не поделаешь тут Называли тебя до шмаленком А теперь первокласской зовут А теперь первокласской зовут АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я с тобой поделюсь КИКОРА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КАРАССКИDownь Ну, с 2 годами будет. Я считаю, что я против того, чтобы наша личная школа не существовала. Очень категорически против. Потому что мы находимся на периферии Шалинского района. Мы далеки вообще от центра и от хороших дорог. И если мы детей, в общем, вообще школу эту закроем, значит мы детей забудем. Вот у меня уже слезы, понимаете, у меня уже комок. Я вот уже переживаю. Тогда будет уже плохо. Конечно, поселок-то вымрет. Вымрет поселок, конечно. Эй, маленький, куда отправлять-то? Это ладно летом, а зимой дорог тут нет у нас, метет, грести некому. Все, ну куда их отправлять-то? Некуда их будет отправлять. Так что, учиться, что ли, не будут? Дома будем учить, что делать-то? Раньше же как-то дома учили, когда школы-то не было. Дома будем учить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...